Свинцовое небо. 934 боевых вылета, в результате которых уничтожено 819 объектов террористов. Это результат трех недель, прошедших с начала российской воздушной операции в Сирии. Таковы официальные данные Генштаба. Судя по предоставленной военными информации, уничтожили 71 командный пункт, 30 складов горючего и боеприпасов, 252 опорных пункта террористов. В Генштабе говорят, что главный результат это нарушение системы управления и снабжения группировок. У террористов заканчиваются и боеприпасы, и оружие, и топливо. Российские беспилотники отследили новый маршрут поставки боевикам оружия из Ирака. И по нему уже нанесен удар. Это была переправа через реку Ефрат. Причем удар нанесен именно в том районе, который и американцы подтверждают, как район концентрации подразделений ИГИЛ. Сирийская разведка рапортует о том, что ИГИЛ создает заградотряда, чтобы остановить дезертиров, что проводится принудительная мобилизация местных подростков, что отдельные командиры пытаются выйти на связь с командирами сирийской армии и начать переговоры о перемирии. Основные силы сирийской армии, судя по информации российского Генштаба, сосредоточены в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс и Дамаск. Там российская авиация уже отработала по позициям террористов, и армия Асада ведет уже наземную операцию. Вы видите, это на карте Генштаба. Продвижение войск выделено отдельным цветом. Так, в провинции Алеппо штурмовые отряды взяли город Дждайда. И сейчас идут бои за аэропорт Квайрос. Это вторая неделя операции. Сейчас до аэропорта остается около 7 километров. Юго-западнее Алеппо пять населенных пунктов освобождены. Сейчас правительственная армия готовится к штурму города Балас. На северо-западе Алеппо армия смыкает кольцо вокруг боевиков, окопавшихся в центре города. В провинции Латакия штурмовые отряды блокировали населенные пункты Сальма и Сирмания. На окраинах Дамаска улицу за улицей освобождают районы Джаубар и Гута. И наиболее наглядным результатом этого упорного, пусть и сложного продвижения войска стало то, что впервые за многие месяцы обстрел сирийской столицы прекратился.